День Героев Отечества 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 со стороны не только нашего руководства, или Минздрава, или руководителей медицинских организаций, но и со стороны простых людей, что они видят, ценят и оценят их работу, и желают им здоровья, и чтобы больше они продолжали оказывать помощь всему населению. Пожалуйста, как вы считаете? Лили, вы сказали, что работаю главным врачом роддома, было очень приятно. К сожалению, сейчас главный врач инфекционного госпиталя. Ну, так случилось. Да, роддом. Я вот, зрители, хочу обратить ваше внимание, представьте себя, врач-нинатолог, который лечил маленьких детишек. И вдруг он становится сотрудником инфекционного госпиталя. То есть он полностью меняет свою психологию, восприятие мира, и идет на это. Акушер-гинеколог ему попроще, он уже с большинками-то девочками общался, но с девочками общался, роды принимал. И вдруг он становится врачом инфекционного госпиталя. Наша профессия совсем другая. Конечно, можно говорить, что врач должен иметь все, но это было очень тяжело и непросто всем нам стать инфекционистами, терапевтами и так далее. Но мы на сегодняшний день работаем, у нас работают неонатологи-инфекционистами, акушеры-гинекологи, и мы принимаем роды. И вот вы сейчас заговорили, вот, герои. Хотелось бы, знаете, вот я что-то почему-то, вот сейчас вспомнилась мне история, может быть, вооруженных сил Российской Федерации, да? Когда погибали ребята, в Чечне воевали, и к армии относились как? В армию попасть и все. Ну, что там в армии хорошего? Сейчас армия, она вызывает уважение и гордость у нас сегодня, да? И хотелось, чтобы после ковида, ну, по крайней мере, к врачам бы так относились, да? Перестали их поливать грязью по каждому случаю, и чтобы прессе их поддержали, и чтобы к ним отношения поменяли, понимаете? На сегодняшний день, вот у меня, ну, я, может быть, не прав, и зрители скажут, ну, совершенно не так. У меня такое ощущение, что чиновник – это всегда вор. Ну, люди всегда, чиновники – это воры, да? Однозначно. Хороший он, плохой он – вор. И врач всегда, если кто-то умер, он убийца. И вот это вот отношение бы хотелось, чтобы оно, может быть, в другом разрезе на нас посмотрят, что мы такие же люди, что мы стараемся, да, где-то что-то не так, что-то сделали правильно, неправильно, но мы стараемся и искренне, и отдаем сердце, душу, укладываем. Вот если поменяется, пандемия пройдет, но если поменяется отношение к медицине, я считаю, что мы победили. Уважаемый гости, как вы считаете, вообще, вот вы на передовании, вы считаете себя героями сегодня? Добрый вечер. Говорить о героизме не приходилось, вот, и на данный момент тоже не приходится. С того момента, как пандемия дошла до нас, да, то есть мы полностью углубились в данную проблему, пытаемся найти выходы для решения этой проблемы. К сожалению, инфекция новая, на данный момент полностью не изучена, и говорить о каком-то героизме, к сожалению, сейчас мы не можем. То есть вы считаете, это ваша привычная работа? Да. Это скромность, я считаю, это скромность. Нет, это работа. Тоже скромный человек. Добрый вечер, уважаемые телезрители, гости студии. Ну, что хотелось бы сказать. Да, медикам действительно сейчас тяжело, да, нам медикам сейчас сложно. Ну, просто если не мы будем делать эту работу, то кто будет кроме нас ее делать? Обычный житель, гражданин России, ну не сможешь ее выполнять. Мы учились на это, мы давали клятву. Я думаю, обязаны делать, никакого героизма нет, просто выполняем свою работу. Но все-таки очень сложно сравнивать сейчас, но кому сложнее, тем, кто на передовой, или вот, например, тем, кто у нас в профильном ведомстве работает? Кому сложнее? У государственного служащего такая обязанность, и так работает, то есть работает 24 на 7 круглосуточно. Действительно, конечно, нагрузка у вас тоже увеличилась, но ее, ну, нельзя, это разные вещи, их нельзя сравнивать с тем, что делают врачи на местах. То есть всем сейчас, сейчас всем сложно, мы стараемся максимально своей работой, им тоже помогать, то есть какая-то нормативная документация, и всем остальным методической помощью, то есть организовать весь этот процесс. Но основная, конечно, нагрузка находится именно на врачей, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь. Совершенно верно, в этом году действительно большое внимание приковано к работе врачей, и вообще в целом всех медицинских работников. Сегодня, в День Героев Отечества, мы подготовили видео со словами благодарности от героев России и героев Советского Союза. Мы можем со всей ответственностью и стопроцентно назвать их героями, потому что не каждый человек пойдет на такую опасную работу. Я как в училище поступил в 66-м году в авиационное летное училище, так врачи сопровождают мою жизнь посеместно вот и до сегодняшнего дня. Поэтому эта работа мне знакома по их отношению к летному составу, готовность поддержать и помочь летному составу оставаться на крыльях. В нашей стране врачи тоже стоят на первом месте, стоят на работе, не уходят с работы. Но в этих условиях все, они борются, сами погибают, к сожалению. Это тоже геройство, это тоже героизм. Абсолютное большинство врачей остались верны своей профессии. И несмотря на риски не только для их жизни, но и для жизни членов их семей, они продолжают работать, в том числе в красной зоне, они пытаются помочь людям в этой ситуации. И когда непредсказуемо человек сегодня разговаривает, а завтра его уже может и не быть. Поэтому, конечно, эти люди заслуживают самого глубочайшего уважения. Работать именно в той ситуации, которая оказалась сейчас, медицина, очень сложна. Это работа в тех защитных костюмах, в которых они находятся, в тем современном оборудовании, которым им необходимо изучать и применять, с той целью, чтобы распознать уровень заболеваемости. И мне бы хотелось всех медиков еще раз поблагодарить и от всего сообщества сказать, что мы верим в вашу победу, ибо в ваших руках здоровье нашей России. Большое спасибо. Большое спасибо. Сюжет Тараса Брезицкого. Давайте посмотрим. Сплю и провожу целый день и ночь на перевязочном пункте в Дворянском собрании, паркет которого покрыт корой засохшей крови. Это строки из письма Николая Пирогова жене. Кровавые годы Крымской войны середины 19 века. Все крупные здания в Симферополе отданы под госпитали. Русская военная медицина рождалась здесь, в Дворянском собрании. Пирогов по частям собирал тяжелораненых. О нем говорили. Этот и голову пришьет. Стоны раненых, около сотен больных. Целой кучи отрезанных ног, рук. Не терять времени на продолжительные пособия, не приступать к операциям, тотчас при переноске раненых на эти пункты, не допускать хаотического скучивания раненых. Это уже впечатление Пирогова от прибытия в Севастополь. Вокруг сотни раненых и никакой системной работы. Выдающийся хирург принимает моментальное решение сортировать бойцов по категориям от безнадежных до тех, кому достаточно наложить повязку. Это знаковое для любого севастопольца место. Вот памятник адмиралу Нахимову. Здесь мемориал героем Великой Отечественной. Вечный огонь. Но знаковым это место является также в силу сопричастности с событиями героической обороны города 1854-1855 годов. Именно тут располагалось здание морского собрания. Оно было разрушено еще в период Крымской войны. Так вот, на его территории выдающийся хирург Николай Пирогов организовал перевязочный пункт, где боролся за жизни тяжело раненых, травмированных бойцов. Сейчас в этих временах нам напоминает вот эта табличка, которая едва пощадила время. На ней уже стерта часть букв. Еще один важнейший аспект – психологическая помощь. Николай Пирогов оперирует в присутствии пациентов. Впервые привлекает к труду на фронте медсестер. До этого времени на поле боя не допускали женщин. Не только воевать, но и, конечно же, ухаживать за ранеными. О самоотверженной деятельности сестер Милосердия надо спрашивать не меня, так как я не беспристрастен, ибо горжусь тем, что руководил их благословенной деятельностью, но самих больных, которые пользовались их уходом. Пирогов гордился своим решением о привлечении сестер Милосердия. Вместе с Дашей Севастопольской оперировал раненых, которых привозили с полей сражений, с бастионов, ну и так далее. Даша, как способная ученица, она помогала, ассистировала Пирогову на сложнейших операциях. Все изобретения Пирогова были гениальны своей простотой. Наркоз в полевых условиях, что в десятки раз повысило выживаемость. Элементарная ныне гипсовая повязка. Изобретение Пирогова, гипсовая повязка, а тем более, которое использовалось в военных условиях, это был, конечно, прорыв на то время. И до сих пор прошло уже столько времени, мы до сих пор пользуемся тем же самым гипсом. Он делал это не за награды, не за деньги. Он был всей душой предан медицине, ему было физически необходимо заниматься любимым делом. Еще несколько слов на тему Пирогов, невероятный психолог. Так, в 1855 году к нему на прием попадают последствия выдающийся ученый, а тогда старший преподаватель Симферопольской гимназии Дмитрий Менделеев о протекции петербургского врача Сдекауэра. В юности Менделеев был невероятно болезненным. Говорили, что у него даже была чахотка со всеми вытекающими отсюда последствиями, в частности, ипохондрией. Так вот, хватило одного взгляда на своего пациента, чтобы убедительно сказать ему, да вы, уважаемый, еще нас обоих переживете. Сказано было настолько уверенно, что фраза оказалась пророческой. Менделеев действительно пережил и Сдекауэра, и Пирогова. Как и в жизни Николая Пирогова, в судьбе Валентина Война-Ясенецкого или Святого Луки, также было множество различных совпадений, просто мистических деталей. Судите сами по такой ситуации. В 2005 году на территории Медицинского университета, благосновения митрополита Лазаря, строители начинают возводить храм Святого Луки. В этот же день они обнаруживают просто мистическим образом, что здесь же, на этой территории, уже располагался другой храм много лет назад. Так строители нашли на месте вот этого креста закладную капсулу. Сверившись с календарем, едва не потеряли дар речи. Дата совпадала с тем днем, в который было совершено случайное открытие. 26 апреля начинают вступать и откапывают капсулу. Капсулу. 26 апреля, да. Совершенно верно. То есть даты совпали, и, конечно же, мы все были в таком благоговейном трепенде, и было принято решение устроить здесь не часовню, а храм в честь Святителя Луки и Среднего Господня. Здесь стоит добавить, что 27 апреля – дата рождения великого хирурга. Святитель Лука, а в миру Валентин, воин Есенецкий, как принято говорить, медик, к призванию золу души доктор от Бога. Пожалуй, именно тут очень уместно такое определение. Он поэтому сказал, что я остановлюсь, изучая медицину, чтобы стать мужицким врачом и отправиться не когда-нибудь, а в деревню, помогать бедным людям. Мощи Святого Луки покоятся в Свято-Троицком соборе в Симферополе. Тысячи православных христиан из всей России и стран зарубежья каждый год просят великого доктора исцелить их тела и души. А объясните, как это действует? Какой эффект у вас? Вы, допустим, после соприкосновения, вот что происходит в жизни? Ну, я пока так ничего не ощущаю, но какая-то сила происходит все равно. О таких людях, как Николай Пирогов и Валентин, воин Есенецкий, принято говорить. Поставил свою жизнь на алтарь медицины. Вся их биография сводится к самопожертвованию и абсолютному альтруизму. Свойства возраста иногда скептически замечать. Сейчас таких людей нет. А может быть, это ошибка, и они есть? Ведь когда, как не сейчас, в период истории бескомпромиссной борьбы с внезапным глобальным недугом отстаивать верность клятве Гиппократа. Шабан Ясуфович, мы знаем, что вы получили орден Пирогова, вот о котором мы сейчас услышали в репортаже. Вы нам его принесли или не принесли? Хочется на него посмотреть. И в целом, какие у вас были эмоции, когда эта награда была у вас в руках? Ну, узнал я о награждении, это в День медика было. Дату не помню, но в июне месяце. Если возможно, чуть громче. Награждение было, ну не награждение, а присвоение было в День медика. Президент подписал указ, заведующее отделение Антон Геннадьевич позвонил, сообщил мне столь радостную новость для меня. Ну, награждение в связи с пандемией, загруженностью произошло чуть позже, буквально недавно на днях. Ну, конечно, да, эмоции переполняли. А за что вообще дали орден? Вот вам конкретно? За работу. За работу. Ну, вот по каким критериям набирают? Ну, не знаю, наверное, то, что мы одни из первых по Крыму начинали работать. На передовой? Да. Насколько я помню, первого больного с подозрением, не подтвержденного, а с подозрением на коронавирусную инфекцию, прибывшего из КНР, наверное, принимал я, может, за это. Вот как. Ну, мы знаем, что поддерживают медиков и на республиканском, и на федеральном уровне. Сколько еще медиков наградят, и что у нас со стимулирующими выплатами? Да, хочу, во-первых, сказать, что действительно награда, ну, это одна из самых высоких наград, она дается, и вам огромное спасибо, и тем, всем вашим коллегам, которых, может быть, еще не отметили, за то, что действительно с первого дня работы, не останавливаясь, правильно, практически без перерыва, то есть оказывать помощь, находиться на острие, именно оставляя там где-то своих родных, близких, работая там в условиях изоляции, и с кучей лишений, вот действительно за это как бы и выдается такая награда, и когда действительно человеком полностью себя отдает, без остатка. Хочу отметить, что действительно руководство Республики Крым, в лице Совета Министров и Государственный Совет Республики Крым, они тоже однозначно, ну, ситуацию эту отслеживают, и у нас на сегодняшний день 615 грамот и наград Совета Министров Республики Крым, выданы, ну, награждены медицинские работники, и 657 наград Государственного Совета. Кроме того, 9 орденов Пирогова вручены медицинским работникам и 2 медали Луки Крымского. К сожалению, да, хочу сказать, что 2 ордена за верность долгу, они были вручены медицинским работникам посмертно. Хочется также сказать, что однозначно это не как бы последние награды, которые мы награждаем и мы, и в том числе федеральное правительство. Буквально 11 декабря будут вручены почетные грамоты президента Российской Федерации, то есть 12 человек будут награждены и 6 человек будут награждены благодарностью президента Российской Федерации. И, конечно же, это, наверное, то самое малое, что мы как органы исполнительной и законодательной власти, они могут выразить свою признательность нашим медицинским работникам. Потому что действительно, мы когда вручали эти грамоты, мы говорили, что это действительно боевые награды. Это боевые награды, которые выданы в боевых условиях, и вот, как я сказал, к сожалению, и даже посмертно. То есть ситуация, ну, на самом деле, очень такая серьезная, и это та самая маленькая, которую мы можем уделить. По поводу выплат, выплаты однозначно сохранены, сейчас много есть разговоров о том, что выплаты приобрели другой характер. То есть сейчас выплаты осуществляются по соответствии с постановлением правительства 1762. Они теперь выплачиваются, это выплаты дополнительных заработной плате, выплачивают их через фонд социального страхования. Они приняты взамен тех выплат, которые были федеральных, 415-я, и взамен 484-х, ну, по постановлению правительства. И они приняты для того, чтобы замедлить эти выплаты этим медицинским работникам. Основным отличием их является то, что они выплачиваются за фактически отработанное время. То есть, ну, привели немножко, как бы, в соответствие, и я считаю это более справедливо, что действительно человек получает тот объем заработанных, доплат за работу в ковиде, именно по тому количеству рабочего времени, которое он потратил, проведя с этими пациентами. Потому что, ну, если раньше одинаково могли получить сотрудники, которые целый месяц отработал, или он пришел, грубо говоря, там, 3 дня, у него была смена, ну, по тем или иным причинам перестал работать, может быть, заболел, но получал ту же самую федеральную выплату, как и тот сотрудник, который отработал целый месяц. То есть, на сегодняшний день эти выплаты, как бы, приведены в такое соответствие, они практически, как бы, такие же будут, как и федеральные, то есть, если перерасчете на рабочие смены, если за одну рабочую смену. И дополнительно правительство Российской Федерации, оно предусмотрело, выделило транш определенный в размере более 40 рублей, для того, чтобы те, которые, ну, недополучают, как бы, по сравнению с прошлыми месяцами, для того, чтобы мы могли эти ситуации выровнять. То есть, все направлено на то, чтобы все медицинские работники получали выплаты в том же размере и объеме, который они получали до этого. Лену Рюфатович, Шабан Юсуфович, расскажите, вы получаете выплаты? Да, конечно, получаем. Мы в ковидном госпитале работаем чуть-чуть меньше, чем Шабан Юсуфович. Вот, с конца апреля месяца, ну, и, в принципе, по сей день выплаты, как федеральные, так и региональные, мы все получали. Вот, и вот, как уже сказали, с текущего месяца, да? Да. У вас тоже все... Аналогичная ситуация, проблем с выплатами нет. Дядя Сергеевич, расскажите, как вы работаете? Вы уже в начале нашей программы сказали то, что в конце лета ваш роддом был перепортирован в ковидный госпиталь. Ситуация отличается вот от той, которая была в конце лета? Ну, конечно, конечно, отличается. Если в конце лета у нас были, если вы помните, ковид появился у человека сразу в стационар. Больной он, то есть есть какая-то клиника, нет какой-то клиники, в стационар. И когда у нас лежало, ну, условно говоря, 130 коек и 80 бессимптомное течение, а там 20 пневмонии, ну, условно говоря, 20% пневмонии, 8 бессимптомов. Ну, что, пришел, здравствуйте, здравствуйте, как? Все хорошо, хорошо. Стол, мочи, спускание в норме, в норме, до свидания. Помощь не нужна. Но когда поменялась ситуация, и сейчас у нас практически с пневмонией лежат, ну, практически все, конечно, стало, ну, не просто, наверное, тяжело, а архитяжело. Кроме этого, мы принимаем роды, мы оперируем. То есть, как сказать, что сравнить очень сложно, вернее, понять может быть сложно, но так два штриха, чтобы было понятно. Когда ты оперируешь в обычных условиях, ну, скажем, захлебнуться собственным потом невозможно, потому что у тебя маска, ты прооперировал, пошел, а когда ты работаешь в СИЗе, в стерильном сверху еще халат и еще респиратор, в который, к сожалению, накапливается пот, и он доходит до кончика носа, когда ты уже не можешь продыхнуть, вот, ну, такое не очень приятное состояние. Действительно неприятные вещи. Да, и тогда твоя задача вовремя уйти в и снять СИЗ себя, снять маску, чтобы можно было спокойно дышать. Потому что, к сожалению, вот, ребята подтвердят, что смотря какой СИЗ, да, отдел, или ты весь мокрый выходишь, да, или нет, а с операционной ты же не уйдешь. Или анестезиолог, если нужна экстренная помощь, он задыхаться будет, но он будет ее оказывать. Вот эти вот такие штрихи, они очень, ну, отпечаток откладывают. Действительно, об этих деталях люди обычно не знают. Расскажите, как у вас проходит работа? Я считаю, можно штрих? Вот я считаю, вот, вы говорите, передавая, это реаниматологи, вот, те, которые работают с тяжелейшими больными. Передавая, все, кто работает в ковидных госпиталях. Но нельзя их отрывать и говорить, вот, они герои, в амбулатории они герои, министерство это, ну, представим армию, да, а без генерала бы, ну, все погибли бы, наверное, да, без оборудования, без организации. Конечно, было все непросто. Каждый здесь, ребята, сидящий, не знает, как вначале было сложно, и многие вещи непонятны. И как сегодня смотришь на, вчера, и думаешь, чепуха. То есть, мы же это прожили. Но только в команде, совместно. То есть, очень здорово, что они, допустим, могут говорить главному врачу то, что думают. И говорят, вот, вы купили нам, условно говоря, этот СИСА, нам жарко, работать в нем нельзя. Пожалуйста, передавая, если главный врач их слышит, это здорово. Здорово, если главный врач приходит в министерство и говорит, ну, вы сделали централизованные закупки, а вот это, вот это лучше купить, потому что мы... И когда слышит Минздрав, это здорово. И когда министр идет первому лицу и говорит, что, вы понимаете, вот мы... И он его... Это здорово. И когда это заканчивается на уровне президента и работает цепочка, это победа. Конечно, а нельзя сказать, что вот они... Ну, конечно, тот, кто в окопе сидит, тот получает первое. И вот я, честно, вот, Антон Иванович сказал о том, посмертно. Я как-то, ну, что-то пробрал сейчас. Вот не знаю, почему, как-то вот так эмоционально тронуло. Когда читаешь, вот посмертно вручили награду. Кто бы сказал мне год назад, что будут посмертные награды? Представить не могли. Да, ну, я говорю просто, вот сейчас вот я на минутку представил, год назад сказал, и смеялся. Да, быть такого не может. Поделитесь, пожалуйста, как вам сейчас работают. Привыкли ли к этим костюмам? Вот такие детали, как Илья Сергеевич рассказал. Ну, действительно, для нас это просто... Ну, мы о них не знаем однозначно. Как вам работается? Ко всему привыкаешь. Человек ко всему привыкает. Да, первое время тяжело. Мы не знали, грубо сказать, как их одевать. С момента интернатуры, да, прохождение интернатуры, какой СИЗ. Мы понятия не имели. Представления не имели. Были алмазы, кварцы, они менялись постоянно, эти СИЗы. Некоторые из них на обработку ходили, потом повторно одевались, потом появились одноразовые. Одевать одноразовые по-другому костюмы, все меняется. Да, были разные костюмы по себе. Летом пленочные иногда, ну, бывало такое, попадали. Ну, что поделаешь, работать надо, защищать себя надо. То есть все в процессе? В процессе все изучалось, все. Ну, на данный момент времени, ну, одевание костюмов, Ленур подвигает. Это автомат Калашникова. Это уже просто. Как автомат Калашникова. На автоматизме уже, закрытыми глазами, уже знаешь порядок, механизм, как одевать, как снимать. Время не уходит по минимуму. Врачи видят, что называется, пандемию в лицо. Как защищаете свои семьи? Как вообще с ними взаимодействуете со своими родными и близкими? То есть однозначно же ритм тоже поменялся. Да, ритм поменялся. Нас перевели на вахтовый метод работы. То есть нас изолировали от семей. Мы жили в гостинице. Причем изолированы были настолько, что нас с работы забирали автобусом, увозили в гостиницу. И, соответственно, из гостиницы увозили в больницу на работу. Если сказать так, грубо, две недели мы находились на работе. По окончанию вахты, так скажем, сдавали ПЦРы, дожидались отрицательных результатов. И только после этого возвращались домой к семьям. Уважаемые телезрители, напоминаю, мы работаем в прямом эфире. И вы имеете возможность в социальных сетях задавать свои вопросы, соответственно, по теме. И с нами сейчас на связи наш корреспондент Эльмас Аблакимова. Она мониторит ситуацию. Эльмас, селям алейкум, вы нас слышите, видите. Расскажите, пожалуйста, с чем обращаются люди, с какими проблемами. И мы сейчас в прямом эфире постараемся ответить на вопросы. Селям алейкум, здравствуйте. Да, действительно, обращения поступают в наши соцсети. Но прежде чем поговорить об этом, хотелось бы озвучить результаты нашего опроса. Более 91% респондентов считают, что врачи действительно герои. Это в нашей странице ВКонтакте. В Инстаграм это 70% опрошенных. Ну а сейчас переходим к вопросам. Итак, первый вопрос. Женщина рассказывает, что ждала скорую на вызов более пяти часов и так и не дождалась. Спрашивает, почему и как вообще так случилось. Второй вопрос. Вот рассказывают, врач назначила препарат цифтриаксон, но, к сожалению, в аптеках его не найти. Где можно купить этот препарат, если он жизненно необходимый? Как быть в этой ситуации? И также вот третий вопрос. Но это даже не вопрос, а скорее всего, крик души нашего телезрителя. Больницы переполнены, врачей не хватает. Почему такая ситуация и как с ней бороться? Ждем ответа. Эльмас Сахол, у нас мы не прощаемся. Ну вот, уважаемые гости, такие вопросы. В двух словах, наверное, прокомментирую. Тезисно, да, если возможно. Да, тезисно в рамках. Потому что действительно мы с такими вопросами сталкиваемся ежедневно. То есть их очень много. Люди беспокоятся. И действительно, прежде всего, это связано с тем количеством и с тем наплевом заболевших, которые на сегодняшний день есть. Их действительно много. Каждый день количество выявляемых уже подбирается ежедневно к 300. 100 ежедневно. То есть это количество увеличивается. Действительно просто сумасшедшая нагрузка идет на скорую медицинскую помощь. Они в то же время стараются обслужить все абсолютно вызовы. Все абсолютно. И здесь у нас задержки, они случаются. Но они, как бы, стараемся, чтобы они были некритичными. Буквально мониторим эту ситуацию ежедневно, ежечасно. Перебрасываем бригады из тех или иных направлений, из тех или иных городов. То есть очень тесно в контакте у нас отрабатывают центры медицины катастроф. Стараются, конечно, обслуживать все вызовы. На них огромная нагрузка и по транспортировке пациентов в ковидные госпиталя. Потому что на сегодняшний день мы максимально увеличили госпитализацию. Она у нас, это порядка 100-200 человек в день. Это стабильно. Госпитализация в ковидные госпиталя и вне больничной пневмонии. То есть нагрузка сумасшедшая. Конечно, стараемся дозваниваться, предупреждать, уточнять на диспетчер на активном вызове. То есть он будет контролировать ту ситуацию. То есть может говорить, что через полчаса привет, бригада, как вы себя чувствуете. Ну, технические абсолютно моменты. Ситуация действительно есть. Стараемся ее выправить. Потому что везде кадровый дефицит. На скорой помощи в том числе люди болеют. По поводу наличия лекарственных препаратов в аптечной сети. Тоже ситуация мониторится. В том числе и Росздравнадзором. Как бы они осуществляют постоянные проверки. Аптек, к сожалению, как бы подействовать на частные аптеки мы не можем в плане закупок препаратов. Но опять же, у нас еще существует. И мы постоянно стараемся об этом говорить во всех средствах массовой информации. В виде не занимайтесь самолечением. То есть не скупайте препараты, антибиотики в сумасшедших количествах. Помимо того, что вы создаете дефицит, и они вам по большому счету не нужны. В первую очередь надо обратиться в поликлинику по месту жительства. Дождаться врача на дом. На сегодняшний день ситуация у нас по лечению препаратами на амбулаторном сегменте COVID полностью выровнялась. То есть мы получили федеральный транш из бюджета Российской Федерации. В федеральном порядка 72 миллиона. Закуплены 12 наименований препаратов для амбулаторного сегмента, которые основные для разных схем лечения. Но вот вы упоминали цефтриаксон. Цефтриаксон – это препарат-антибиотик. То есть не факт, что он должен был быть назначен. Но опять же, в данной ситуации всегда надо обратиться к врачу. Может быть, в какой-то аптеке нет. Всегда можно позвонить на горячую линию той же Крымфармации. Они могут посмотреть, где есть этот препарат, если он действительно назначен. Или обратиться к тому врачу, который назначен. Может, он проведет аналог, замену, ну или посоветует, как в этой ситуации поступить. Опять же, не всегда целесообразны именно антибиотики. Но это отдельная тема отдельного разговора. Мы постоянно проводим ликбезы с нашими медицинскими сотрудниками, те, которые оказывают помощь в первичном звене и в стационарах. То есть по правильности, в соответствии с медицинскими рекомендациями, чтобы работали четко по схемам, по протоколам, по стандартам назначения лечения. То есть вот эта ситуация, она постоянно меняется, редактируется, обучается и старается выправиться на сегодняшний день. Остальным гостям есть что добавить? Третий вопрос был о переполненных больницах и нехватке врачей. Если есть что добавить, ответить. Нужно бы только в отношении скорой помощи добавить. То есть еще как бы в доковидную эпоху скорая помощь не только Симферополя, но и всего Крыма работала с колоссальной нагрузкой. А сейчас нагрузка увеличилась даже не вдвое, а втрое, может даже больше. А количество сотрудников и количество бригад в такое число раз не увеличилось. И только из-за этого идет задержка вызовов. И опять-таки у них же, они смотрят и сортируют, есть экстренные вызовы, на которые бригада скорой помощи будет отправлена незамедлительно. И вызовы по неотложной помощи. Поэтому те, кто вызывает с поводом по неотложной помощи, соответственно, они будут чуть больше ждать. Спасибо. Добавить можно? Да, да, конечно. Часто на скорую поступают вызовы температуры 37. Другого характера вызова приезжает бригада на вызов, а там поменять батарейки в тонометре, допустим. А все это время тратится. Да, подобное. У бригад не хватает. Разное обращение разного характера. Но люди болеют везде, да? Да, болеют. На скорой вот тоже болеют. К сожалению, но они такие же живые люди, как и мы, они склонны тоже болеть. Из-за этого дефицит кадров на скорой тоже наблюдается. Спасибо. Мы еще будем возвращаться к обращениям в социальных сетях. Вопрос следующий. Что сейчас у нас с медцентром Симашко? Вот буквально в одном из интервью министр здравоохранения говорил о том, что буквально завтра, 10 декабря, начнут переводить туда несколько отделений. Все ли идет по плану? И в целом? На сегодняшний день все идет по плану. Действительно, новый медцентр Симашко, он полностью готов к работе. Планово на сегодняшний день переезжают отделения. Эту работу все надо завершить до конца года максимально. То есть запустить операционные, запустить реанимационные палаты, то есть и полностью наладить работу. То есть на сегодняшний день идет планово в соответствии с дорожной картой, работа до конца года. А тем отделениям, которые должны были переехать туда, они должны туда как бы... Это действительно начнется завтра? Этот процесс не прекращался в течение последнего месяца. То есть это очень, представьте себе, огромная новая больница, коечный фонд больше 700 коек, причем койки практически все для оказания высокотехнологической медицинской помощи. Койки оснащены по последним условиям техники, то есть процесс внедрения, то есть нельзя просто так, да, как тумбу взять, переставить. Непрерывно идет? Конечно, процесс будет непрерывно, наладка работы, оборудование рабочих мест, перенос компьютеров, перенос информации определенной и так далее и тому подобное. А на самом деле они готовились к переезду весь этот год и даже еще в прошлом году. То есть уже были распределены, кто в каком кабинете будет работать, какие отделения, кто зачем что закреплен. Но работа очень кропотливая, просто вот сейчас уже действительно финальный этап и к концу года уже надеемся, что мы там начнём работу. Давайте перейдем к цифрам. По сравнению с августом заболеваемость COVID-19 в Крыму выросла в 13 раз. Об этом сегодня заявила Наталья Пеньковская на заседании оперштаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса. Вот за истекшие сутки зарегистрировано, напомним, 278 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 22 случаев с бессимптомным течением. С начала пандемии в Крыму выявили более 17,5 тысяч случаев коронавирусной инфекции. По данным Минздрава за сутки скончались 8 пациентов. 2 968 человек сейчас лечатся в стационарах, 2230 на дому. Как вы оцениваете эти цифры? Это много, это мало? Да, я, наверное, прокомментирую, потому что мы с этими цифрами ежедневно работаем. Действительно, заболеваемость у нас в Крыму очень высокая, как и во всей Российской Федерации. Вы знаете, что во всему материку и, наверное, во всем мире, это даже уже, не знаю, вторая волна или она просто не прекращалась, но действительно заболеваемость очень высокая. Я уже вначале говорил, что 200-300 человек, это очень много для Республики Крым. На сегодняшний день у нас развернуто 3 281 койка для лечения новой коронавирусной инфекции, вне больничных пневмоний. Это действительно очень много. Изначально норматив был 956 для Республики Крым в соответствии с потребностью на количество населения. То есть, действительно, количество койок большое, и вы видите по тем цифрам, сколько людей госпитализировано. То есть, мы стараемся постоянно держать этот баланс между госпитализированными и количеством развернутых койок. И стараемся всегда, чтобы у нас порядка 200-300 койок всегда было резерве на тот случай утяжеления ситуации. И, к сожалению, мы видим, что мы идем к тому, что надо будет дополнительно еще разворачивать койки, потому что пациенты есть. Илья Сергеевич очень правильно сказал, что раньше мы могли госпитализировать всех, симптомных, бессимптомных, и просто с заболеванием ковид или даже с подозрением на нее. И длительное время действительно ему удавалось сдерживать эту ситуацию. Но с таким приростом серьезным ее сдерживать невозможно. Приходится как бы дифференцировать. Часть у нас пациентов находится на амбулаторном лечении, получают помощь на дому. А часть пациентов действительно в стационаре. И в стационаре уже более тяжелые пациенты, то есть с мнемониями больше всего. И действительно это как бы сложно. К сожалению, да, прирост есть. И пандемия свои коррективы внесла. И мы понимаем, что новогодние праздники тоже будут проходить в совершенно другом формате. С нами сейчас на прямой связи наш корреспондент Тарас Брезицкий и Наталья Пеньковская, руководитель Крымского управления Роспотребнадзора. Тарас, добрый вечер. Наталья Александровна, добрый вечер. Насколько оправданы запреты? Да, добрый вечер в студии. Сейчас мы находимся в Симферополе у офиса Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Там с нами его руководитель Наталья Пеньковская. Так вот, к сожалению, Наталья Александровна говорит о том, что ситуация постепенно, небольшими шажочками, но ухудшается. Поэтому всем крымчанам и севастопольцам в этот период необходимо не терять бдительность, отслеживать ситуацию и следить за собой. Добрый вечер, Наталья Александровна. Две недели назад вы говорили о том, что Крым на том этапе пребывал на плато. Как ситуация обстоит на сегодняшний день? Ну, я говорила немножко, что у нас ситуация несколько стабилизировалась. Мы не находимся на плато, но ситуация у нас была несколько стабильна в течение определенного периода времени. Это буквально 2-3 недели, когда мы не наблюдали подъема заболеваемости. Сегодня, к сожалению, я не могу констатировать этот факт. Мы идем с приростом заболеваемости. Темпы роста заболеваемости в Крыму и в Севастополе одни из самых высоких на территории Российской Федерации. Это не может не вызывать сегодня опасений. С учетом того, что через две недели мы ждем начало сезонного подъема гриппа, и эта ситуация будет наслаиваться на ситуацию с новой коронавирусной инфекцией. Это первый сезон, когда грипп и новая коронавирусная инфекция будут циркулировать одновременно. Сегодня, к сожалению, не внушает особого оптимизма. И именно сегодня до введения масштабной иммунизации против коронавирусной инфекции уровни заболеваемости мы можем регулировать только введением ограничительных мероприятий. Те мероприятия, которые сегодня введены на территории двух субъектов и Крыма, и Севастополя, они свидетельствуют о том, что несоблюдение тех режимных моментов рядами индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и самими гражданами, к сожалению, не позволяют стабилизировать ситуацию. К сожалению, если ситуация не стабилизируется, потребуются дополнительные ограничительные мероприятия, которые будут рассматриваться органами власти субъекта. Но я надеюсь, что все мероприятия, которые оговорены сегодня в законодательных документах республики и города федерального значения Севастополя при надлежащем контроле и сознательности и бизнеса и граждан позволят все-таки ситуацию стабилизировать и обойтись без введения дополнительных ограничений. То есть о полномасштабном карантине мы, в общем-то, можем говорить, в принципе, это возможно, вероятно. Нет, вы знаете, ну ситуация не настолько плоха, чтобы мы говорили о масштабном, полномасштабном карантине и введении значительных ограничений в виде комендантского часа. Но какие-то дополнительные меры ограничительные, если ситуация не стабилизируется, мы вынуждены будем предлагать главе республики и губернатору Севастополя для рассмотрения и принятия соответствующих решений. Это могут быть какие-то ограничительные мероприятия по ряду отраслей либо по ограничению работы, отдельных видов деятельности. Но сейчас пока об этом говорить рано. Нам сейчас надо приложить все усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию тем и мерами, которые есть сегодня. Что касается прогнозов в отношении пика коронавируса, существуют ли такие прогнозы? Если да, то когда этот пик может произойти? Знаете, о пике сейчас говорить рано, потому что мы должны будем спрогнозировать ситуацию после того, как мы войдем в эпидемический период гриппа. То есть, когда у нас начнется циркуляция гриппа и будет мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекции, гриппозной инфекции будет говорить о каких-то определенных цифрах для того, чтобы можно было построить математическую модель прогноза. Но это будет не декабрь. В декабре мы перейдем в достаточный подъем заболеваемости и пик, скорее всего, будет в январе-феврале месяце. Давайте резюмируем, наверное, на частично приятной ноте. Сейчас все говорят о том, что это не просто какое-то противостояние с инфекцией, а полномасштабная война, в кавычках, да, можно так характеризовать происходящее. Скажите, пожалуйста, насколько хватает сил вашим сотрудникам, как надолго их еще хватит и как вот они бьются сейчас с этой инфекцией, которая всем докучает? Вы знаете, я хочу сказать, что, к сожалению, этот год у нас прошел под девизом моноинфекции. И, наверное, ни в одном средстве массовой информации каждый год так часто не звучали инфекционные заболевания, как в этом году новая коронавирусная инфекция. И это не только в Крыму, это не только в Российской Федерации. Это ситуация, которая захватила весь мир. Это действительно война, можно сказать, война, инфекции и здравого смысла науки и медицины. К сожалению, медицинские работники сегодня оказались в той ситуации, когда, к сожалению, заболеваемость сегодня не контролируется пока средствами профилактики. Мы говорим о том, что масштабная вакцинация против коронавирусной инфекции только начнется. И сегодня ограничительные мероприятия – это единственная мера, которая позволяет контролировать. Да, силы у… любые человеческие силы не безграничны. И действительно, ну вот Александр Иванович, министр здравоохранения, на каждом заседании оперативного штаба выражает благодарность медицинским работникам. И я думаю, что это правильно, потому что у всех у нас есть родные и близкие. Каждый из нас и наших родных и близких может заболеть. И если бы эти люди не исполняли свой долг так, как они исполняют его уже в течение длительного времени, ну, наверное, ситуация была бы другая. Отдельное спасибо и благодарность, я хочу сказать, своим сотрудникам. Чтобы было понятно, у нас всего 62 надзорника, которые проводят мероприятия на территории всего Крыма и Севастополя. Это не такое большое количество людей, которые могут работать. Они так же болеют, болеют, как все люди. И не только, я не хочу сказать, что они не болеют коронавирусной инфекцией. Да, у нас тоже болеют сотрудники. И есть ряд других заболеваний, которым подвержены мы все. Поэтому я благодарю всех, благодарю семьи наших сотрудников, которые, ну, в этом режиме вынуждены жить в течение уже практически, ну, 12 месяц пошел. Довольно сложная ситуация. И когда коронавирусной инфекции еще ни в Крыму, ни в Севастополе не говорили, наши сотрудники уже были на передовой. И с января месяца, с конца января месяца мы начали все подготовительные работы для того, чтобы подготовить всю систему противопостоять этой инфекции. Да, Александра, ну вы всех благодарите. Позвольте от нашей редакции, от зрителей и вас поблагодарить за стойкость, не опускать вам руки. Очень холодно, мы вас больше задерживать не смеем, потому что вы трясетесь. Да, студия. Война продолжается, но пожелаем всем одержать в ней итоговую победу. Спасибо. Тараса Голунас, спасибо. Ну, вот такое действительно обширное интервью. Как вы считаете, вот ограничения в новогодние праздники, они оправданы? Илья Сергеевич? Сложный вопрос. С одной стороны, хочется и погулять, наверное, каждому. А с другой стороны, конечно, оправданы. Потому что, вы знаете, я почему-то сейчас вспомнил август, когда кто-то из медиков, ну, наверное, его ребят тоже, что понаехали? Вот теперь оно пойдет. Ну, были такие. Понятно, что это жизнь. Понятно, что Крым есть Крым. Понятно, что люди приехали. Ну, вот такие реплики были, да. И, конечно, сейчас мы ожидаем Новый год. И я согласен с Натальей Александровной сто процентов, что это еще не пик. И каждый год мы видим сезонность. А сезонность и коронавирус. Я, честно, даже не эпидемиолог, не представляю, что будет в январе-феврале. Но очень-очень уж хочется, чтобы оно как бы было не так. Негра и Эверест, что-нибудь пониже. Очень хочется. Мы связались с Виктором Леви, руководителем медицинской клиники в городе Хайфа. Я напомню, что Израиль один из первых в мире ввел второй карантин. И он привел к падению уровня распространения вируса за 10 дней. Вот доктор Леви об эффективности карантинных ограничений. Давайте послушаем включение из Израиля. В сентябре закрыли на второй карантин. Второй карантин был менее тотальным, чем первый карантин. Многие предприятия работали, большинство предприятий работало. Закрыли все увеселительные заведения, которые на самом деле до конца и не открывались. Закрыли все рестораны, они работают только на тейк-вэй. То есть сначала была только доставка, потом разрешили их самим брать еду из этих ресторанов. Затем момент начала второго карантина, выявляемые случаи были порядка 8 тысяч человек. На этом карантин все закрыли. После того, как открыли заболеваемость, опять же, открыли частично, не все открыто, выявляемость резко уменьшилась. Она была до тысячи человек. Сейчас она потихонечку стала приползти вверх и приближается где-то до умы тысячам человек. Почему на вопросы, почему не открывают, почему открывают, несмотря, эффективен ли карантин. Ну да, карантин он всегда эффективен. Вопросы, куда эта дорога. Потому что, да, карантин снижает заболеваемость. Как только карантин заканчивается, заболеваемость опять начинает, заражаемость, по крайней мере, опять начинает увеличиваться. И второй вопрос, собственно говоря, почему открывают, но невозможно людей держать в заперти всегда? Ну, этот вопрос, конечно, сейчас вызовет разную реакцию, но я его все-таки задам. Необходима нам все-таки вторая самоизоляция. И вот как вы считаете? Можно я реплику буквально? У меня по телефону сегодня товарищ звонит. Говорит, Илья, объясни мне ситуацию. Говорит, вот у меня, у него трое детей. Он говорит, заболела жена, заболела теща, заболела старшая дочь, заболел сын младший. Я так радовался, хочу заболеть. Говорит, я не заболела, средняя дочка не заболела. Но вот как это объяснить, да? Или поступает семья сразу отец, мать, ребенок, вся семья лежит у нас. Поступает один человек, все остальные там три или четыре человека дома без заболевания. Как это объяснить? Поэтому говорить о второй, скажем, жестком режиме, который был весной, вот лично мое мнение, считаю, что это делать нельзя. Потому что очень для меня психологически было работать тяжелее весной, чем сейчас. Было страшно. Было страшно, что у меня заболеют доктора. Было страшно, что мы не успеем скупить им СИЗы. Было страшно, что мы не знаем, как ее лечить. Тогда было страшно. И вот этот страх, он просто витал везде. Сейчас не страшно, сейчас тяжело. Вот. Поэтому, на мой взгляд, жесткие меры, они, ну, правильно говорит, открыли, опять все началось. Мне кажется, вот как раз вот товарищ мой, который надо заболеть, и все, я успокоюсь. То есть, наверное, надо вот, чтобы оно, как бы это бурление, оно закончилось. А искусственно мы не остановим все это. А что вы ответите тем, кто все-таки считает, что масочный режим, он вот не скажется на ситуации? Ну, пускай придут, посмотрят на тех пациентов, которые на сегодняшний день находятся в медицинских учреждениях. И врачи вам могут рассказать, наверное, это те люди, ну, одни из тех людей, которые, может, тоже не верили в это и не соблюдали масочный режим. Действительно, вопрос очень сложный, очень сложный по абсолютному карантину, потому что это дорога в никуда для экономики. Ну, прежде всего, мы это знаем, что это огромный удар, и поэтому здесь очень важно именно соблюсти баланс ограничительных мер и тех мер, которые будут разрешены. Поэтому, конечно, и одним из основных на первый план выходит это самосознательность всех наших граждан, которые должны четко выполнять все рекомендации, которые дает Роспотребнадзор. Потому что Наталья Александровна сказала, да, действительно, они с января месяца, как только появилась информация об этой инфекции, уже начали говорить, начали готовить к тем ограничительным мерам, к тем же масочному режиму, социальной дистанции, обработке рук и так далее и тому подобное. Все это надо соблюдать. Мы прекрасно видели, что у нас творилось в летние месяцы. Как у нас, ну, мягко говоря, люди все расслабились. Прилетали самолетов, снимали себе маски, да, приезжие наши, видели, что у нас тут сами, сами, да, курорты и сами никто ничего не соблюдает. Как ездили в общественных, прибывали в общественных местах, ездили в общественном транспорте. То есть ситуация, ну, надеюсь, надеюсь, люди уже начинают понимать. Действительно, сейчас уже много можно увидеть людей в масках и ситуацию просто представьте себе, если бы не было хотя бы этих минимальных ограничительных мер, что было бы сейчас? То есть был бы просто взрывной характер, вал, количество заболевших никогда бы не справилась. Ни медицина, никакая помощь, никакие там военные бы не приехали, не помогли. То есть ситуация, она должна контролироваться действительно ограничительными мерами по мере возникновения необходимости. Но, может быть, тонкий очень баланс. Вот не только нам, всему миру пришлось перестроить свою привычную жизнь. И вот как к маскам и к ограничительным мерам относятся в других странах, как себя сейчас там чувствуют наши соотечественники. Давайте послушаем. На сегодняшний день у нас есть ограничения на выходные дни. С пятницы 9 вечера до понедельника 5 утра не разрешается выходить на улицу всем гражданам Турции. Есть ограничения по возрасту. Подростки, вернее, люди младше 20 лет могут выходить на улицу в будние дни с 10 утра до часу дня. Люди в возрасте 65 плюс могут выходить с часу дня до 4. Также есть ограничения по работе государственных учреждений. Они работают с 10 утра до 4 дня. Есть запреты на курение на улицах. Если раньше это было запрещено курить в кафе и ресторанах, сейчас запрещено курить везде. На сегодняшний день существует штраф 3 тысячи лир, это 30 тысяч рублей приблизительно. В стране принято следующее ограничение. Учеба в высших и средних заведениях ведется онлайн. На улицах принято масочный режим, то есть люди обязаны носить маски вплоть до штрафа. Также пятница в стране является днем карантина, то есть по всей стране вводится комендантский час и в течение суток нельзя выходить на улицу. Также в королевстве закрыты кальянные, бассейны, спортивные секции, свадебные залы. Нельзя проводить собрание более 20 человек в одном месте. Люди воспринимают эти ограничения, ну, можно сказать, положительно. Никто против ничего не говорит. Но соблюдают их, конечно, относительно, потому что маски, если мы и видим на улицах, то носят их неправильно. Есть некоторые особенности. Например, кинотеатры и театры заполнены только на 50 процентов для соблюдения социальной дистанции. Организация общепита работает только до 11 часов вечера. Введена штрафная система. За неношение масок предусмотрены штрафы и и люди поэтому с большим пониманием относятся к этим введенным мероприятиям и, в общем-то, относятся к этому ответственно. Во всяком случае, я не слышу какие-то негативные реакции в адрес введенного порядка. Вот такая ситуация за границей. Люди все-таки продолжают бояться коронавирусной инфекции и порой часто с первыми признаками ОРВИ стараются попасть в больницу, сделать КТ. Вот сейчас ажиотаж сохраняется, уважаемые врачи. Он есть или ситуация более-менее стабилизировалась? Мне кажется, ситуация более-менее стабилизировалась. Во-первых, система здравоохранения наконец-таки удалось наладить всю работу уже. То есть, если раньше не известно, что было делать, то на данный момент времени каждый работник здравоохранения, система здравоохранения знает четко, как поступить при обращении гражданина с похожими симптомами на коронавирусную инфекцию. Это первое. Второе, ну, граждане, хотят они того, не хотят, тоже более-менее стали грамотными, уже знают, куда обращаться, стоит ли обращаться за медицинской помощью, не стоит ли обращаться за медицинской помощью, какой спектр обследования необходим. Тоже уже люди, некоторые, знают и уже с готовыми анализами обследования уже обращаются за медицинской помощью. Сколько стоит компьютерная томата сегодня? Где можно сделать тест на ковид? На сегодняшний день принято решение для всех коммерческих организаций, чтобы стоимость компьютерной томографии не превышала 3000 рублей, то есть это принято решение по поручению главы для всей республики Крым. Тест на ковид, есть определенные показания для тестирования на ковид, то есть ее можно сдать абсолютно бесплатно, если у вас есть показания в амбулаторном звене, то есть первичная медицинская организация выйдет, доктор, если есть показания, они этот тест на ковид возьмут, ну и конечно же, если есть желание у любого человека, он может сдать ее в любой лаборатории частной за определенное вознаграждение финансовое. То есть на сегодняшний день такой проблемы нет. Осталось минут 10 до завершения нашего эфира и мы снова возвращаемся к вопросам от наших телезрителей и пользователей социальных сетей. Эльмаз, вы нас слышите? Да. Что задают люди? Какие вопросы? Ну, для начала хотелось бы озвучить не вопросы, а комментарии, которые нам написали в инстаграм. Очень просят передать огромное спасибо Шабану Юсуфовичу Мемешеву. Передаем. Видимо, это пациентка пишет. Ну, а насчет вопросов. Мы также принимаем и анонимные вопросы в инстаграм и вконтакте. Вот один из них. Врачи из Евпатории вынуждены сами ремонтировать машины скорой помощи. Причем в свой же выходной. Вот так и не рассказывают. Законно ли это вообще? Ну и помимо этого еще вот девушка, рассказывают, привезла маму на АКТ, выявили двустороннюю пневмонию в государственной больнице, назначили лекарства, которые в аптеке не продают. Параллельно также они сдали анализы в частной клинике и показали антитела к ковиду. Что делать в таких случаях? Ну и третий вопрос. Вот студенты интересуются, когда закончится дистанционное обучение, уже, видимо, очень-очень устали. Но, к сожалению, все вопросы озвучить не удастся в прямом эфире, но мы обязательно передадим их замминистру и министру просто в руки. Уважаемые спикеры, ждем ответа. Лимас Сагуланас, ну вот, если возможно, тезис на совсем немного времени. Тезис комментирует, да. По ремонту скорой помощи, наверное, комментировать нет смысла. То есть это управленческое, скорее всего, решение руководителя этой медицинского организации. То есть так, ну, действительно, значит, удобно. То есть там, я думаю, вопросов никаких нет. Просто надо обратиться к руководителю тому же Сергея Сергеевича. Он и разъяснит непосредственно своему сотруднику, почему это было сделано. Но, опять же, как бы, вопрос по госпитализации, да, по лекарственным препаратам. Опять же, возвращаюсь к этой теме. На сегодняшний день у нас в амбулаторном звене все лекарственные препараты есть. То есть не надо заниматься самолечением, надо обратиться в медицинское учреждение. Тем более, если у человека выявлены антитела, на иммуноглобулинжин, надо, как минимум, перебрать анализ на ПЦР. Но, опять же, на сегодняшний день существует, как бы, ну, есть поручение главного государственного санитарного врача, что именно определить надо антиген. При определении антигена любыми тест-системами, которые зарезены в Российской Федерации, устанавливается диагноз с новой коронавирусной инфекцией. Это может быть не обязательно ПЦР, это может быть ИФА или зарегистрированный экспресс-тест. То есть и дальше уже непосредственно надо начинать лечение, которое назначают при ковиде. И медицинское учреждение имеет полное право, как бы, это лечение назначать. То есть устанавливать диагноз и дальше лечить, как положено. Ну, я думаю, опять же, что можно долго говорить про ситуацию с лекарственными препаратами. Действительно, нам сложно повлиять на частную аптечную сеть, но мы стараемся, в том числе, поддерживать наши медицинские учреждения. Они самостоятельно закупают препараты для лечения ковида, работы ВМС. Но по каким-то проблемным вопросам у нас создан резерв, и мы стараемся помочь то или иное медицинское учреждение уже за счет бюджета Республики Крым. Ну и третий вопрос был. Студенты интересуются, перейдут ли все-таки на дистанционное обучение? Ну, я думаю, что перейдут или нет. Ну, вопрос, опять же, непосредственно к руководителю, то есть принимает непосредственно каждый руководитель учебного учреждения самостоятельно эту ситуацию. Считаю, что положительный опыт то, что КФУ перевел своих студентов на дистанционное обучение, ну, это наверняка то есть снизило заболеваемость у них в этом университете. В школах, как мы знаем, считают нецелесообразно на сегодняшний день, то есть ситуация более-менее стабильная. Какая есть для школьников этот вопрос, как бы им, может быть, лучше находиться под контролем в организованных коллективах. Ну, это общее мнение Роспотребнадзора и руководства Республики Крым. Ну, а что касаемо, я тоже хочу отметить, что мы неожиданно, не гаданно получили огромную помощь из-за того, что студентов нашей медицинской академии хочется выразить огромную благодарность, практически все студенты медакадемии, они сейчас работают в той или иной степени, помогают здравоохранению, кто-то работает в красной зоне, в ковидных госпиталях, кто-то в поликлинике помогает, кто-то даже в частных клиниках, но практически все студенты, они помимо того, что дистанционно обучаются, они еще проходят, так сказать, практику непосредственно на рабочем месте в наших медицинских учреждениях, в наших подведах. Буквально уже… Небольшой стихлиль. Вот насчет спрашивать, как, вот у меня звонок товарища говорит, слушай, я запахи не чувствую, сейчас на КТ побегу. Я говорю, зачем? Он говорит, ну как, запах, надо КТ сделать. Я говорю, у тебя температура есть? Нет. Что-то еще беспокоит? Кашель? Нет. Зачем тебе КТ? А вдруг будет что-то? То есть здесь… А другой звонит, температура, все. Он говорит, а я КТ делать не хочу. Я говорю, ну у тебя же клиника, там доктор тебе порекомендовал. Он говорит, вот сейчас найдут матовое стекло, и что я делать буду? То есть я к чему говорю? Что очень много проблем возникает здесь. И, конечно, везде надо дозировано. И более того, я хочу обратиться к всем. Интернет доступен. Читайте и делайте дыхательную гимнастику. Занимайте собой. Коронавирус, вирус – это нижние отделы доли легкого. Там, где вот сейчас мы сидим с вами разговариваем, у нас работают верхние доли. Застой в нижних. И если вы не будете делать дыхательную гимнастику, вы придете к нам в гости в ковид уже нормально с пневмонией. Но если вы будете бороться за свое здоровье, заниматься собой, думаю, что мы будем встречаться на улицах в масках, а не у нас в койке в инфекционных госпиталях. Только бороться, бороться за свое здоровье. Вот это самое важное. И буквально вот перед последним вопросом давайте обсудим вакцинацию. Какое у вас личное отношение к новой вакцине? Как это будет происходить добровольно? Насколько массово? Извините. Это не ковид. Недавно сдавал тест. Действительно, вся эта ситуация, как бы, ну вот это все заболевания, единственным, наверное, выходом на сегодняшний день, каким бы мы ограничительные мероприятия не принимали, все равно, как уже сказали, мы сейчас сократим, а потом это заболевание опять проявится. То есть единственный, наверное, выход на сегодняшний день это провакцинировать население. Планы в целом по Российской Федерации на следующий год провести вакцинацию, точно так же, как и гриппа, порядка 60% населения. Только после прививки, если мы привьем порядка 60% населения, мы получим какой-то максимальный эффект, снизим действительно заболеваемость и у людей уже, ну, как бы, войдем в тот нормальный наш привычный рабочий ритм и поборемся с этой инфекцией. На сегодняшний день у нас была пробная доза тестированная, это 42 медицинских работника были привитые от ковида. Прошло все как бы благополучно, тестировали саму логистику, доставку и непосредственно саму процедуру. И на сегодняшний день у нас получено 1000 доз, это для того, чтобы привить 500 человек. В первую очередь, конечно, будут прививаться медицинские работники, которые работают непосредственно в красных зонах, непосредственно контактируют с пациентами, которые больного коронавирусом инфекцией. Вторым этапом планируем прививать в том числе медицинских работников, которые работают в амбулаторном звене, которые тоже контактируют с подозрительными пациентами на ковид. А также, в первую очередь, будут привиты учителя, которые оказывают услуги в образовательной системе. Ну и, конечно же, те профессии, которые тоже непосредственно общаются, контактируют, то есть это и наши правоохранительные органы, и пограничники, ну естественно, и Роспотребнадзор тоже в первую очередь. То есть это та первая группа, которая будет привита в самом начале под той вакциной, которую мы получим. В последующем планируем действительно привить все максимальное население, ждем распределения вакцин из Минздрава Российской Федерации. В настоящее время у нами подготовлена уже сеть, закуплены низкотемпературные оборудования соответствующие, потому что она должна храниться при температуре минус 18 градусов. Опять же, планируем сделать точно так же, как по принципу прививки от гриппа, то есть это первичное звено поликлиники, точно так же прививочные бригады, то есть по той отработанной схеме, как на сегодняшний день хотел отметить, что хорошо мы сработали по гриппу, у нас уже привито больше 90% от плана, на самом деле план был больше, чем в прошлом году, то есть привито уже почти миллион человек от гриппа, и по такой же схеме планируем, что будем прививать и от ковида. То есть все население порядка 60% это будет наш норматив. Тезис на пик заболеваемости, по вашим прогнозам? Знаете, самое неблагодарное дело, наверное, особенно в медицине, что-то прогнозировать. Мы надеемся, что в случае, если действительно все наши жители Республики Крым будут соблюдать меры педагогической безопасности, будут выполнять все распоряжения Роспотребнадзора, то мы как бы выше той ситуации, в которой на сегодняшний день не прыгнем. Но объективно глядя в глаза, конечно, впереди предстоит сложные времена, но хочу отметить, можно тоже долго говорить, мы тоже к этому готовились и готовы были в плане оснащения медицинских учреждений, в плане оснащения препаратами, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами. Действительно есть проблемы в кадрах, то есть быстро врача не воспитаешь, и есть усталость, и поэтому я же говорю, что прежде всего надеть маску, лишний раз не обработать руки, подумайте о том, кто будет вам потом оказывать помощь. В завершение программы предлагаю обратиться к тем, кто нас сейчас смотрит. Илья Васильевич, давайте с вас тащу. С меня? С вас. Я желаю, чтобы родов было побольше и только у здоровых женщин. Вот так. Вы что пожелаете нашим телезрителям в плане совета, может быть, что-то будет? Хотел бы сказать, что Новый год – это семейный праздник, проведите его в кругу семьи. Это будет одна из профилактик, мер профилактических. Хочется сказать, что это не первая пандемия в истории человечества, и в этой войне мы выйдем победителями. Единственное, что – соблюдайте режим, носите, пожалуйста, маски, избегайте мест с большим скоплением людей, и чтобы вас пугала ситуация, а не штрафы, которые назначаются. Антон Иванович? Ну и мне хочется, конечно, присоединиться ко всем словам, которые были здесь сегодня сказаны. И еще раз высказать слова глубокой признательности, благодарности вам, коллеги, и тем, кто на сегодняшний день ведет эту пробуду с новой коронавирусной инфекцией. Ну и всем жительственным спортом Пулин пожелать отменного здоровья. Спасибо. Спасибо, уважаемые гости. Давайте узнаем итог нашего голосования. Я напомню, на протяжении всего эфира телезрители отдавали свой голос и отвечали на вопрос, считают ли они врачей героями сегодня в современных условиях. Итак, у нас мы дадим ответ в процентном соотношении. 88,4 считают о том, что действительно врачи – это герои, и 11,6 считают, что медики выполняют свою работу. От нас же действительно низкий поклон всем врачам. Это было ток-шоу «Без обмана». Спасибо, уважаемые гости, за то, что посетили нашу студию, за ваши ответы. Спасибо телезрителям за вашу активность. Увидимся в следующую среду в «Безолеолонос».